Привет, друзья! Вы на канале «Жизнь в Америке» с Анной Оникой Джудо. Сегодняшняя наша история о Беверли-Хиллзе, в городке, где живут звезды. Вы, наверное, обратили внимание, что дома построены в очень разнообразных стилях. Чаще всего встречается испанский стиль, копирующий архитектуру старых испанских монастырей с темной черепицей и фасадом, выкрашенным в песочные или коричневые цвета. Затем итальянский. Его еще называют средиземноморским или колониальным стилем. Это светлые домики с арочными дверьми и окнами. Влияние Европы очень сильно сказалось на архитектуре Калифорнии. Дома стали больше походить на виллы в Италии и поместья в Англии. Многие дома были построены на основе стилей попыри. Сюда относится и стиль под общим названием Тудор. Эти дома чаще всего выстроены из кирпича и имеют сложную декоративную облицовку. В интерьере встречаются деревянные полы, балки на потолке и деревянные колонны. В связи с активным строительством новых домов, в середине 20 века появляется такая профессия, как дизайнер интерьера. Интерьер помогает раскрыть характер хозяина дома, а обстановка подтверждает его статус. Давайте плавно перейдем к ландшафтному дизайну. Издревле в странах Востока особое внимание уделялось искусству озеленения парков, прилегающих ко дворцам. Сам термин возник в Западной Европе, Великобритании и Германии. Задача ландшафтного дизайна была создать гармонию между зданием и прилегающей территорией. При планировке очень важно учитывать рельеф местности, форму участка, природные условия и общую архитектуру жилого объекта. Гепаративные цветы, фонтаны, скульптуры уже появились гораздо позже. Хотите прогуляться по одному из самых престижных уголков Лос-Анджелеса и подышать одним воздухом с богатыми и знаменитыми? Тогда вам сюда, в Беверки-филд. Итак, престижный район с индексом 90210, известный по молодежному культовому сериалу Беверли-Хиллз, с лучшими школами и атмосферой шика. Давайте пройдемся по лакжери-улочкам и заглянем на Родео-Драйв, расположенный в центре города. Все бренды первой модной линейки представлены на знаменитой улице. Дизайнерские магазины привлекают интересную публику. Она хорошо одета, но большая ее часть туристы, а это уже совершенно другой мир. Глянец – визитная карточка Лос-Анджелеса. Беверли-Хиллз – городок со своей администрацией. Здесь живут врачи, адвокаты, финансисты и, конечно, звезды шоу-бизнеса. Но понять, где чей дом невозможно. Все они защищены от посторонних глаз с высокими заборами или утопают в зелени. Отличная экология и низкий уровень преступности. Пальмы, тихие и чистые улицы – чем не лучше городок для семейной жизни? Аккуратно подстриженные газоны, уникальные деревья, дорогие машины, фешенебельные рестораны и брендовые магазины. Здесь все говорит о том, что именно богатая публика обосновалась тут. Аккуратно подстриженные газоны, уникальные деревья, мы пришли в гости к моим друзьям, и сейчас посмотрим, как живут американцы за зелеными изгородями. Добрый день! Добрый день! Мои хорошие знакомые Дэвид и Кэролайн встретили меня очень дружелюбно и любезно согласились показать свой дом и немного рассказать о нем. Когда они приобрели этот дом, им захотелось сделать реконструкцию, то есть устроить все по-своему. Для этого они наняли дизайнера. Дэвид и Кэролайн родом из Англии и поэтому им захотелось привнести частичку Англии в свой дом. Главная задача, стоящая перед дизайнером, была воплотить все идеи хозяев с акцентом на английский стиль. Были расширены лестничные проемы, убрано несколько балок, постелен паркет из орехового дерева, установлен камин в английском стиле. Каролайн хотела, чтобы гостиная и столовая были соединены между собой под цветовой гамме. Поэтому дизайн гостиной выполнен в голубом цвете, но с элементами красного. А эта банкетка по замыслу не должна блокировать проход из комнаты в комнату и сидеть на ней должно быть удобно с обеих сторон. Дэвид и Кэролайн очень гостеприимные хозяева. Их дом часто полон друзей. Мне очень нравится эта столовая. Каролайн сейчас расскажет нам о мебели в столовой. Это ее гордость. Стулья сделаны на заказ в Мексике по фотографии, которую она нашла в журнале. Хозяева остались довольны работой мастеров, особенно резьбой по дереву. Все получилось так, как они заказывали. Так как я часто бывала на вечеринках у своих знакомых и знаю, что особую гордость у хозяйки вызывает ее кухня, с большим удовольствием нас пригласили пройти на кухню. Чем же знамениты дома, выстроенные по проекту Тюдор? Прежде всего раздвижными панорамными стеклянными дверьми, распахнув которые мы попадаем прямо на солнечную террасу. Хозяевам тоже пришлось расширять площадь сада. Каролайн очень любит готовить и это у нее получается отменно. Я сама не раз была в числе их гостей и не понаслышке могу подтвердить, что ресторан 5 мишленовских звезд мечтал бы о таком шефе. Кухня это царство Каролайн. Здесь все сделано по ее замыслу. Она всегда знала, какую кухню ей хочется иметь. Очень важно было организовать правильно пространство в кухне, чтобы подавать еду и готовить. В кухне есть два духовых шкафа и обязательно отдельный шкаф для того, чтобы еда не остывала, но и не высыхала. И чтобы хозяйка не переживала по этому поводу. Вот так. Зачем нам лишние нервы? Вот, например, у плиты 8 конфорок. Это позволяет одновременно использовать 8 кастрюль. Да-да, именно так, вы не ослышались. В этом доме гостей всегда очень много. Это хлебосольный дом. Обратите внимание, над плитой установлен кран. Это для того, чтобы не нести тяжелую кастрюлю с водой через всю комнату. Это очень удобно. Я даже слышу, как на этом месте многие вдохнули. Мне кажется, что даже если кто-то не умел готовить и попал на эту кухню, то вдохновившись всем этим новаторством, начал бы готовить. Кладовка. Хозяйка тоже ее спроектировала сама. Здесь приятно пахнет специями. Сразу понятно, что индийская еда тут не редкость. А вот и холодильник с морозильником, двери которых сделаны в одном стиле с мебелью. Мы сошлись во вкусе с хозяйкой в любви к кофейному мороженому. Вы обратили внимание на эту красоту? Восемь горелок, два духовых шкафа, шкаф для поддержания температуры еды. Чего только стоит крану плиты, мама дорогая. А инкрусированная вытяжка? Я видел это в модель китчене в Мерлое, в Мерлое. И я не знал, что я купил. Редактор субтитров А.Семкин В целях безопасности в Америке вокруг бассейна обязательно, если есть несовершеннолетние дети, устанавливают заборы, чтобы дети сами не смогли зайти в бассейн. У нашей пары четверо детей, но они уже выросли. А это любимое место хозяина дома – гамак. Он здесь любит отдыхать. Если вы придете к ним на выходные, ищите Дэвида тут, на гамаке. Он слушает музыку и раскачивается в такт. А что же любит делать Каролайн, пока Дэвид раскачивается на видео? А что же любит делать Каролайн, пока Дэвид раскачивается на видео? Она любит готовить вкусную еду, либо сидеть за компьютером, или играет с собачкой. Это Мэгги, ей всего один год. Она еще очень маленькая, но оторная. А теперь давайте пройдем в ТВ-комнату. По рассказам Каролайн, в Англии не очень любит сочетать стиль и цвета. Можно рядом увидеть цветочный принт и тартан. Это традиционная английская ткань. Поэтому она украсила комнату в английском стиле. На стенах картины со сценами охоты. Эта комната напоминает ей Англию. И она обожает тут находиться. Здесь очень уютно. Обычно в Англии, если у вас есть библиотека, то она расположена в маленькой комнате, где очень много мебели. Любимые книги и яркие цвета объекта мебели. Кульминация этой комнаты – мягкий низкий стол, сделанный специально для ног. Да-да, для ног. Когда все собираются вместе, чтобы расслабиться и чувствовать себя комфортно, хочется поднять ножки и разместить их на столе, обтянутым мягкой кожаной объектой. И пусть весь мир подождет. А сейчас мы отправимся в спортзал. Рано утром, перед завтраком, Дэвид смотрит новости по телевизору и полчаса тренируется. Это отличное начало дня, он так считает. Тем более, что во время пандемии все залы закрыты. Да, это и опасно сейчас. Да, это и опасно. Я люблю это. Это замечательный директор. Это самое лучшее. Я думаю, что директор есть очень много. Я использую. Я бы хотела использовать это. Я бы хотела прийти сюда и использовать это, чем идти в Афрагин. Потому что, сегодня, мы уже идем в Афрагин. 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 Если вы захотите почувствовать запах роскоши в Лос-Анджелесе, то начните свое знакомство с городом именно отсюда, с Беверли-Хиллз. Я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее наше видео. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Мне интересно ваше мнение. С вами была Анна Оникаджида. Пока-пока.